Стало известно, из-за чего родные мужа Ксении Собчак ушли со свадьбы. В СМИ продолжают поступать все новые подробности свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, прошедшей в днуршую пятницу. Сегодня, к примеру, стало известно, что родные режиссера и художественного руководителя театра на Малой Бронной ушли с торжества, не дождавшись свадебного торта. Как оказалось, родители Константина, Юрий Богомолов и его супруга Ольга Ульянова покинули музей Москвы, где проходил банкет, после развратного танца своей невестки. Ксения разделась перед гостями праздника и исполнила номер с эротическими элементами под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». После этого свекор и свекровь Ксении встали и вышли из зала. Они не оценили грязные танцы Собчак. Родители Константина Богомолова, увидев раздевающуюся под музыку невестку, ушли с банкета, не дождавшись торта. Цитируется источник шоу «Ты не поверишь». Возможно, это только так выглядело со стороны. Родные Богомолова могли устать после насыщенного дня и захотеть домой. Но больше, конечно, похоже на то, что родители Константина не выдержали позора. К слову, не менее шокирована происходящим на свадьбе была мама Ксении. Людмила Нарусова лично призналась, что до сих пор приходит в себя после торжества. Больше всего ее потряс катафалл, стоявший на выходе из ЗАГСа. Кстати, Нарусова призналась, что очень поверхностно знакома со своим зятем. Она рассказала, что знакома с его театральными работами и уважает его, как режиссера, но еще совсем плохо знает, как человека. Константин Богомолов – знаменитый режиссер театра и кино, поэт, писатель. Известен провокационными постановками классических произведений на новый лад. Про Богомолова говорят, что это тот самый случай, когда зрители идут не на спектакль, а на режиссера. Константин Юрьевич Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 года. В прессе иногда мелькает информация о национальности режиссера, но сам Константин на эту тему не распространяется. У детства отцом режиссера является Юрий Богомолов, который был знаменитым в СССР кинобилд, критиком и автором статей в ряде газет. Мать – Ольга Ульянова. У Константина есть родная сестра Ольга, которая пошла по стопам отца и стала критиком. Сначала Богомолов получил филологическое образование в 1997 году в МГУ имени Ломоносова. В интервью одному изданию он поделился, что первая специальность отложила отпечаток и приводила к социализации. Спустя несколько лет Константин окончил Эдитис. Он прошел курс Андрея Гончарова. Сегодня Константин у публики ассоциируется с провокацией, экспериментами в академическом театральной постановке. Часто отзывы являются бурными и отрицательными. Но биографию, творческую деятельность этого мэтра нельзя назвать предсказуемой и скучной. Константин начал карьеру с написанием стихотворений. Первые творения увидели свет в журнале «Мы». Еще можно прочесть стихи и в сборнике поэзии «Семнадцатое эхо». Присутствует работа 1995 года, которые вышли в Альмонахе Вавилон. В Гитисе в 2002 году он самостоятельно возглавил постановку на основе творений Мрожика и Арабали. Она называлась «Лекция о пользе убийств». Уже тогда Константина считали молодым режиссером и многообещающими перспективами. Год спустя на театральных подмостках имени Гоголя он поставил спектакль «Что вот солдат, что этот». Далее последовали еще две работы в этом же театре 2005 и 2007 годов. Это были постановки по Михаилу Булгакову и Карлу Гоцин. После этого Богомолов работал в театре имени Маяковского, российском академическом и центре на Страстном. Это оказались следующие работы. «Грустный анекдот», постановка под произведение Чехова, «Эфиения Валиды», «Бумитроль» и «Кометы». Признание к Богомолову пришло в 2007 году. Он поставил спектакль в театре на Малой Громной, который вышел под названием «Много шума из ничего». Тогда за него Константину вручили премию «Чалька», так как критикам и зрителям стал интересен и стандартный подход мужчины к интерпретации классики на современный лад. В 2016 году вышла нашумевшая машина Мюллера, в которой играла Сатя Спивакова. На сцене можно увидеть много обнаженных героев, поэтому проект вызвал резонанс у публики. В 2017 году состоялась премьера спектакля «Central Park West», в котором играет Александр Рябин. Особенность каждой работы Богомолова – основа в виде классического произведения, которое кардинально перекрывается. Иногда в одной постановке пересекаются сразу же несколько пьес разных классиков. Это выглядит новаторски, свежо и не так привычно. Многие называют такие идеи гениальными, которые перевернут театральные подмостки. В театре имени Олега Табакова в 2012 году состоялась премьера спектакля «Константина» под названием «Год, когда я не родился». До 2013 года Богомолов работал в театре Табакова, но на то время работы режиссера поддавались жесткой критике зрителей, театральных деятелей. Причина крылась в том самом кардинальном изменении сути классических произведений и провокационной подачи. В 2014 году режиссер поставил «Гарпентюа» и «Панкадрюэль» по сочинению «Франсуа Рапа». В постановке играла жена Кости, которая получила роль матери и других героев. Эта работа вышла успешной и даже принесла премию фестиваля «Черешневый лес» имени Олега Янковского. Тогда акцент сделали на погружении зрителей, мысли о важности телесного, а не социального, политического. Это новое решение понравилось и жюри фестиваля. В том же году в «Ленкоме» Константин представил новую версию Бориса Гадынова. Еще среди премий режиссера стоит выделить 2011 год, победа в одной из номинаций премии «Живой театр», 2012 год – премия от Олега Табакова, 2013 год – премия имени Олега Янковского, победа в номинации «Творческое открытие», 2014 год – приз критики от премии «Золотая маска». Богомолов успел снять и видеоклип для группы «Винтаж» на много рекламы. Он вышел в 2016 году и имел откровенные сцены, отчасти провокационные для зрителя. Отзывы от поклонников группы оказались исключительно положительными, так как стилистика клипа вышла сходной с предыдущими видеоработами. В 2017 году Богомолов стал режиссером и сценаристом фильма «Настя», который экранизировал по роману Владимира Сорокина. В обществе случился резонанс по поводу элементов каннибализма и нарушения православных успехов, которые оказались выявлены участниками одного из движений. Константин работал ведущим и соавтором премии «Гвоздь сезона», который вел вместе с Сергеем Япишовым. Еще режиссер успел побывать участником одного из движений с протестными лозунгами и идеологами. О личной жизни режиссера известно мало. До встречи с будущей супругой Константин состоял в отношениях с актрисой Никой Пыховой. Сегодня девушка является актрисой театра у Никитских ворот. Константин и Дарья Мороз познакомились в 2009 году. Режиссер позвал девушку в спектакль «Волки и лица». Он предложил роль богатой молодой вдовы Купалины. Тогда артистка состояла в браке, но встреча с постановщиком изменила жизнь актрисы. Поженились Богомолов и Мороз 11 мая 2010 года. В сентябре того же года у пары родилась дочь Анна. В сентябре 2018 года пресса узнала, что никогда крепкая пара развелась. Дарье и Константину удалось сохранить теплые отношения. В январе 2018 года общественность широко обсуждала роман Богомолова и Ксении Собчак. Пару неоднократно видели в ресторанах. Одна из таких встреч закончилась дракой режиссера и мужа Собчак Максима Витаргана. Некоторое время участники любовного треугольника не комментировали информацию. Однако со временем разлад в семье утаить оказалось невозможным. Витарган и Собчак развелись. Практически сразу после признания Константин и Ксения перестали скрывать любовную связь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...